здравствуйте друзья пасмурный январский денек но тепло сейчас градусов 15 тепла так резко потеплело и мы с вами отправимся ну точнее вы с нами отправитесь покушать мы тут договорились с друзьями и вместе перекусить пойдем в такой китайский ресторан это сеть ресторанов называется пи эф чанг вот собственно вы видите чангс вот он вот его лейбл такой это вполне приличное место рекомендую чай на бестро пожалуйста вот там света стоит разговаривает по телефону а мы просто ждем друзья они сейчас придут вот мы зашли вот такие два коня там бар все культурно сейчас нас посадят а друзья подойдут надо сказать что сейчас не многолюдно здесь отнюдь не многолюдно время обедено обычно так народу много когда ближе к вечеру а вот на меня меню тут на стали вот не знаю насколько вам тут видно чего ну вот так в принципе не то что мы часто и будем заказывать себе здесь вот ну так вот общее представление мясное куриное рыбка вот так уже чего закажем вы увидите меню красиво симпатично хочется что-нибудь заказать особенно когда голодный вы видите друзья процесс заказа процесс интерактивный выясняется что там больше спайси меньше спайси хотя мы привыкли к китайской кухне но в каждом конкретном ресторане есть свои тонкости так что вот девушка хорошая такая без китайского акценту нормально ну что друзья вот первое блюдо так называемые обертки рэпс таки до оборачивал киев сетик что это скажи что это значит вот это соус острый я лично могу убрали соус остро и так а может быть миша я захочу там удачи ли полезно это берем капусте высочек и кусочек да они сейчас это процедуру сильно упростили раньше давали все отдельно чикина отдельно вот этот вот рисочек отдельно они уже сейчас понамешали это все вместе давай показывает показывает наш набираешь все вот эту смесь внизу вот такой хрустящий рис так король и кладу кладешь вот так вот его на эту самую на листик капусте на листик капусте нужно еще полить сверху таким соусом но у нас уже не люблю я не люблю ладно давай давай что дальше заворачиваешь это все самое главное надеть надеть подгузник какой-то как это правильно назвать на шею на шею передничек салфеточку русский язык для тебя не родная не выдумывай подгузник на шею это звучит света это обычно сейчас этим никого не удивишь так давай так но она может течь но я не полила соусом она течет меньше я здесь мужикам проще с этим делом потому что форма женского тела такая что его легче облить чем то вот капающим мужчина да 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 я тоже буду есть а эти друзья но тут все это было больше это салат их называется lemongrass очень хорошо идет освежает исключительно особенно если его усугубит тем что осталось от чикина который был в листочках капусты это вообще не что алла комментирует что это того бы помешивать тут это похоже это суп бантон это суп естественно но он интересный здесь есть грибочки да есть шеремпе есть немного шпината и пельмешки то есть пельмешка вот я думаю что это похоже или что то значит мы будем сами и у половника у меня слово у половника каждый может как половник а вот у половника ложки нам дали к этому супу или нет ложки по крайней мало того что вот сюда на чашку друзья вот сюда они начинают сюда будет наливаться суп вот у нас тут есть вот вот эти чашечки нам дали вот идет разлив знаете вот есть разлив стали он непрерывный а вот разлив супа он имеет начало и конец здесь я стараюсь каждому и по сприветливости это правило по справедливости а вот такие ложечки китайские вот друзья если кто обычной ложкой обычной ложкой есть не может ему дают вот такую то это называется монгольское мясо манголиан биф токала что ты скажешь за монголиан биф из москва это наиболее популярное блюдо во всех китайских ресторанах вот эта зеленюшка остренькая нет не должно по-разному основное что вот мясо сделано тоненько нарезано и она очень имеет хороший вкус хорошо движемся светочка прокомментируйте у нас не думал как чеки но и айтинь и уленька и заводом ее на пик и с вашей комиками то чего вы там рассказываете что 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 вы там заказали что-то лишнее мы заказали это на гарнир заказали коричневый рис браун раз да но он должен быть поджарен там немножечко может быть не сказать обычно когда они поезды не по 3 и при 7 по 3 сантиметра . что это хорошо скажи светит что это громко говори и танца артики свитом сау чеки кисло сладкий а вот это вот в медовом соусе шлимпинь а почему ты любишь креветки в медовом соусе это очень вкусно ну что же друзья нам еще рисок рисок тут был унесли а вот эти вот белые штуки а вот вот эти белые вермишельки это сухая из риса сделаны в виде вермишельки такие удобные мы обычно в чекен салат чекен салат это часть это не пластмасс так не дали дает пожевать я говорю мы они говорят так и как вы могли михаил сжимать и разговаривать а что для вас что для вас не сделаешь то господи вот чтобы вам рассказать что алты говорила по-моему эти макарончики из риса у нас еще были в первом блюде я думаю ты хочешь как при коммунистах были тоже при коммунистах суши а вот это не было в ресторане пекин было в коммунистах очень был хороший ресторан этим же кормили кормили там что-то было ласточкино гнездо они лепили из креветок специально как гнездо красиво было красиво но подожди вот то что мы сегодня едим в китайском ресторане там это все тоже было было помню а дорого было туда ходить дороже чем софия у нас не было и такого блата мы никогда не ходили по динаме дорогу нет цветы готова возникла была там стояли держи морды в дверях и не пускали никого даешь ему сразу а мы не умели вот друзья всякая еда в китайском месте заканчивается вот этими форчин cookies надо сказать что все предсказания там обычно позитивные особенно если добавим что-то им поэтому ну давай начинай ну билл само собой это твоя или моя неважно назначайте кому ну пусть будет моя давай что тебе пишут что такое написали там очень мелко не знаю какой то а на другой странице со временем невозможное становится возможным это правда друзья это для нашего канала хорошо у нас на канале многие которые думали что не могут иммигрировать или найти работу в сша или английский выучить так как то следующее это давай давай это для нашего канала наш канал друзья совершенно даже компактен был китайской философии давай 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 с той стороны смотри с правильной да там где побольше your charming ways will soon help you get something special ну как бы это твой путь который очаровывает всех позволит тебе получить что-то так что это давай для меня сделаем это друзья моя куки моя пука пука ты съели кука ты съели кук это кстати прям литературно получилось все это обобщенно довольно-таки не говорят там завтра ты в лотерее выиграешь там 100 долларов такого нет все такое метафизическое все такое метафизическое you will discover the truth in time то есть у тебя смысл жизни придет вовремя ну да откроется вовремя ну не не вовремя так во времени да мы сегодня открыли я открыл ну конечно себе заказала друзья я могу сказать друзья как только я разберусь что там я вам я обязательно вам расскажу так так у меня вообще шикарно давай написано продолжай делать то что ты делаешь и в конце концов все пойдет таким путем как ты хочешь это за это надо выпить друзья за это надо выпить и я светик сделай для меня камеру вот и друзья алкоголь мы тут не пьем естественно собственно углеводы тот же алкоголь в смысле да 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 это нам нам тут дали на базу так давай остановим бокал ну что не знаю выпьем друзья выпьем этого китайского чаю за как там еще раз за за делай чего делаешь и все все обрящится да не все обрящится ну а все придет все придет все будет хорошо выпьем хорошо наши зрители друзья всегда спрашивают и сколько и и сколько значит получилось 115 долларов там плюс типы ну допустим не знаю там 125 там да 130 вот но мы сегодня и мы можем на эту карту со Светланой приобрели гуляя по магазину Костка мы приобрели две карточки такие они ну такой как бы они наверное одну только принимают как бы дел такой в общем такие две карточки каждая на 50 долларов продают Костка по 80 по 79 с копейками то есть грубо говоря 20 процентов да тут какая-то бяка липкая это неважно положите они с ней заметят короче у нас то есть мы еще 20 долларов сэкономили не сразу не потому что жадные а потому что а как было не взять вот такое мы знали что мы идем в ресторан и вдруг увидели карточки и думаем пойдем туда приходила сотрудница забрала наши талончики купончики и запомнила мне стихотворение Маяковского про советский паспорт там где как там Лева и не повернув головы качан и чувств никаких неизведов берут не моргнув паспорта датчан и разных прочих шведов а почему она не моргнув света взяла карточки вот эти вот купонные вот просто по аналогии ну что друзья сейчас 6 часов пришли мы где-нибудь часов 5 и вот вы видите что заполняется заполняется ресторан людьми ну это как бы и правильно время подошло